Строительство транспортных объектов – дело не одного месяца и даже года. Перед тем, как строители возьмут в руки рычаги бульдозера, экскаватора и крана, пройдет много времени в работе над проектом. Именно от того, как выполнять свою работу проектировщики, зависит надежность и безопасность моста, автотрассы, тоннеля и т.д. А если в проекте не учли важные факторы и допустили определенные недоработки, что получается на практике? В данном обзоре предлагаю рассмотреть конкретные случаи и причины подтопления станции метрополитена в Киеве. Если в этом вина проектировщиков или негативные условия были созданы уже впоследствии. Например, в хронике происшествий, связанных с погодными катаклизмами, довольно часто встречается станция метро Вырлица. Она расположена на левом берегу Киева на Средско-Печерской линии. Очевидцы снимают видео, делают фотографии, как под воду уходит часть проспекта Бажана, а ливневые стоки водопадом устремляются в подземный переход, угрожая подтоплением станций. В июне 2012 года, когда пришлось закрывать на станции гермозатвор из-за большого количества воды, чиновники все спихнули на плохую ливневую канализацию. Тогда начальник главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций города Киева Виталий Пшеничный сказал, что была допущена ошибка при проектировании ливневки. Кто-то подключил к коллектору диаметром 800 мм две приточные трубы по 500 мм каждая, и при полной нагрузке вода начинает вырываться наружу через люки, заливая все вокруг. Кроме этого, нашлась еще одна причина. Дождем смыло траву, которую косили на газонах, и она забила водосток. Что касается проектирования, то, ко всему прочему, непонятно, почему именно над станцией понижен уровень дороги. Из-за этого сюда стекается дождевая вода с проспекта и жилых кварталов. Возвращаясь в историю, нужно сказать, что станция Вырлица изначально появилась в виде двух эвакуационных платформ. Они находились уже на действующем перегоне Харьковская-Бориспольская. Вместе с этим был оставлен задел под будущую станцию. В перспективе предполагалось, что в районе уплотнится застройка, которая будет генерировать пассажиропоток. Но ждать долго не пришлось. Уже в 2006 году метростроевцы получили задание превратить технический объект в полноценную станцию. Бытует мнение, что на ход событий повлияли местные выборы. Еще одна станция метро, страдающая от чрезмерных атмосферных осадков, Героев Днепра. Это конечная точка на схеме синей ветки киевского метрополитена. Вокруг располагается большой жилой район Абалонь. Открыли станцию в 1982 году. Входы и выходы находятся в кольце дорожной развязки. Как видно, прилегающая территория окружена газонами асфальта минимум. И когда шли осадки сильной интенсивности, вода удерживалась почвой. Со временем проходы к станции начали обстраивать киосками и базарами. Наверху, где проходит тоннель, построили автостоянку. В 2017 году разгорелся скандал из-за строительства торгового центра над станцией метро. Раньше там предлагали сделать новый сквер, но вместо него начали строить здания. Официально чиновники заявили, что ведутся работы по укреплению грунтов. Позже появился протокол общественных слушаний, на которых жители района якобы высказались за строительство торгового центра. Застройщик обещал благоустроить прилегающую территорию, также должна была исчезнуть стихийная торговля. В общем, история похожа на все строительные скандалы Киева, когда внезапно на свободном клочке земли вырастает очередной дом или ТРЦ. Если разбираться по сути, то капитальное здание над входом и выходом со станции метро защищает пассажиров от непогоды и, по идее, должно исключить скопление осадков. И, кажется, идея не такая уж плохая. Но давайте посмотрим, как строили здание и затем благоустроили прилегающую территорию. Особенность автомобильно-пешеходной развязки на героев Днепра – это пониженный уровень площадки, где расположены дорожки, ведущие на станцию. По сути, это яма, где могут накапливаться осадки. Чтобы минимизировать скопление дождевых стоков, по периметру кольца, где находятся тротуары, обустроили большие камеры для сбора дождевой воды. На этой фотографии, сделанной еще до начала стройки, хорошо видно, какого размера был водоотвод. Когда строители добрались до обновления пешеходной зоны и начали разбирать старую облицовку, изменили систему водоотвода. К сожалению, фото и видеоматериалов с подробностями строительства не так много, некоторые из них плохого качества. Но на этом скриншоте с веб-камеры сайта видеопробки видно, как экскаватор ведет звеленные работы в том месте, где находится дождеприемник. Стройка сопровождалась не только протестами, но и разными инцидентами. В один из дней была повреждена крыша станции метро. Дыру залепили железом, а в подземке сказали, что данный случай не несет угрозу пассажирам и движению поездов. Также неоднократно заливало водой временные переходы к станции. Итак, несмотря на сопротивление общественности, ТРЦ построили, и теперь посмотрим, что произошло с водоотводом. На месте большой дождевой камеры появились несколько скромных водостоков. По мнению строителей эти желобки должны уберечь не только станцию метро, но и ТРЦ от потока дождевой воды. Плюс к этому прилегающую территорию, а именно газоны, толком не благоустроили. Время дождя со склонов смывается грязь и камни, которые затем попадают в ливневку и забивают ее. Возле одного из входов строится очередное здание с коммерческими площадями. Во время сильного дождя вся вода с крыши будет стекать прямо к дверям, ведущим в ТРЦ и на станцию метро. Первый результат непродуманного планирования застройки и водоотвода уже есть. 4 мая во время сильного ливня дождевые стоки хлынули в переходы под дорогой. Далее поток устремился на станцию метро. Вода затекала через этот проход, который находится недалеко от дверей. Сейчас здесь уложили мешки с песком на случай повторения внештатной ситуации. Однако эту дамбу рано или поздно придется убрать. И как быть в случае повторения потопа 4 мая неизвестно. В тот день работники метрополитена вынуждены были закрыть гермозатвор, иначе сотни кубометров воды хлынули бы в тоннели. В будущем подобные инциденты будут повторяться еще не раз, а станцию придется закрывать после каждого ливня, которые становятся похожими на тропические. И, судя по климатическим тенденциям, аномальные атмосферные осадки в нашей местности теперь, видимо, будут частыми гостями. А столичным жителям нужно запасаться резиновыми сапогами, надувными лодками и другими спасательными средствами. Создается впечатление, что городские власти не готовы предотвращать бедствия, они, видимо, согласны их создавать. А на фоне самоотверженной борьбы со стихией из бюджета будут уходить деньги, которых не хватает для других важных сфер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok